добрый день дорогие друзья меня зовут сергей и вы на канале дивный сад и в этом видео я хочу вам показать каким образом я буду сажать стаканчики орехи я заказал орехи четыре сорта орех сердцевидный в рай вот такой вот он здесь вот видно не видно потом заказал орех грецкий байер 2 все орехи из канады потом заказал кариев вишки тоже канада вот такие вот семена и заказал орех черный грим 108 h только крупная ореха и сейчас я буду я подготовил стаканчики также для них для каждого сорта уже наклеил название дату высадки потом не потеряться и вот в эти стаканчики я буду их сейчас сажать землю вот эту я готовил такую же это такая же земля как я готовил землю для павловни и то же самое то есть тот точно такой же состав видео об этом есть на канале может посмотреть ссылку я оставлю здесь видео сейчас увидите в правом верхнем углу но сейчас мы приступим к посадке беру горшочек уже подготовленный беру орех вот один из орехов пока ехал ко мне уже начал проклявываться вот здесь видно на видео да да уже открывается мы сажаем то проливаю кранчик водичкой и я честно говоря сажает первый раз но я так думаю что это тоже сам то сам те же самые косточки которые до этого уже сажал уже несколько лет просто сверху кладу сюда и присыпаю немножко землю сбоку вот так вот кладу вот таким вот образом землю как в природе природе он просто я так полагаю падает и лежит специально никто не сажает ну вот таким вот образом я его оставлю и все сейчас расскажу про орех грецкий baird 2 зарубежная форма отобранная вблизи митчелла антария канада деревья этого сорта урожайные выносливы с хорошей устойчивости к грибковым заболеваниям орех крупный овальный с хорошо выполненным ядром легко корится оптимальный зон морозостойкости для сеянцев 5b и теплее можно пробовать зонах 4-5 ну вот таким образом примерно выглядит на половину они заглублены и таким же образом я делаю следующее следующее у нас идет сердцевидный сердцевидный это потом касается берем так я прикрою его орех сердцевидный в райт орехи среднего крупного размера с ядром очень приятного вкуса выход ядра 31 процент орехи легко колется деревья сорта очень урожайные крепкие выносливы рано начинает вегетацию может повреждаться возвратными заморозками оптимальная зона морозостойкости для сеянцев это 5b и теплее но можно пробовать зонах 4-5 все сердцевидным я закончил следующий у нас это кари овальной вешки это вот это числе меня местами приступим к посадке кария все то же самое также полузаглубляем кари овальной вешки орех небольшой но с тонкой скорлупой высоким выходом ядра до 53 процентов и легко колется одна из лучших форм по выходу и легкости извлечения ядра другое преимущество раннее созревание конец сентября начало октября кари овально наиболее подходящий для климата средней полосы россии серийной америки культивируется как плодовая культура и потребляется пищу аналогично пекану зона морозостойкости для сеянцев 4b и теплее можно пробовать в зоне 4а так скорее я закончил убираем ящик но остался олег черный играем 108h вот он такой крупный достаточно тяжелый все то же самое делаем орех черный играем 108h плодовая форма ореха черного с высоким потребительским качеством успешно выращивается в антария канада орехи крупные с хорошо выполненным ядром деревья урожайные оптимальная зона морозостойкости для сеянцев 5b и теплее можно пробовать зонах 4-5а в идеале конечно сразу сажать в открытый грунт на то место в котором он будет расти постоянно но у меня пока в данный момент такой возможности нет поэтому я использую промежуточный этап посадки это сначала в стаканчике потом я пересажу в большие 7-литровые горшки и уже после как они подрастут посмотрю может быть осенью я пересажу в открытый грунт уже на постоянное место ну вот все но на этом все я завершил посадку вот таким образом это выглядит все здесь 12 штук и здесь 4 всего 16 4 на 4 16 и сейчас завершающий компонент это небольшой парничок я беру еще один такой же контейнер в котором они находятся и просто вот так вот сверху их закрываю и оставляю помещение в теплом создать и небольшие комфортные условия для прорастания вот таким образом все прекрасно за счет контейнеров выходящих из контейнера держится все в таком виде я буду проращивать естественно раз в сутки необходимо будет открывать проветривать тогда на этом все если вам понравилось видео ставьте лайки если есть какие то вопросы может вы сами тоже проращивали и что у вас получилось пишите комментарии подписывайтесь на канал на нем будет очень много интересного я буду показывать и рассказывать каким образом я буду высаживать их уже пересаживать 7-литровые горшки потом буду пересаживать в открытый грунт каким образом я их буду закрывать готовить к зиме чтобы они спокойно прижились в нашем регионе и дальше росли и потом в процессе радовали нас своими вкусными орехами на этом все пока и и